В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. И в начале выпуска коротко об основных событиях. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров посетил производственное предприятие БК Бенбиф. Говорились о том, что мы создадим рабочую группу с предпринимателями, у которых земельные участки выходят к дороге. Председателям участковых избирательных комиссий были вручены благодарственные письма. По выборам губернатора в избирательную комиссию территориально не поступило ни одной жалобы. На территории города Видное работает более 20 елочных базаров. Сезон продаж продлится до 10 января 2024 года. В числе первых рабочих визитов временно исполняющего полномочия главы Ленинского городского округа Станислава Катарова поездки на крупные предприятия муниципалитета. Познакомиться с коллективами, обозначить пути взаимодействия с бизнесом. В ходе подобных встреч решаются сразу несколько задач. О визите на производственное предприятие БК Бенбиф наш первый сюжет. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров посетил производственную компанию БК Бенбиф, одного из крупных игроков рынка бытовой химии. В северной промзоне города Видное на территории 8 гектаров размещается производство и склад компании. В начале визита была устроена краткая экскурсия по территории. Продукцию БК Бенбиф можно встретить на полках крупнейших федеральных сетевых магазинов. Ассортимент огромный. Около 400 различных наименований бытовой химии. От детских кремов до различных чистящих средств. Мы достаточно давно здесь, в данном округе расположены, поэтому и поставляем продукцию не только по России, и Казахстан, и ДНР, и ЛНР. Радуем потребителей нашей продукции и ее качества. Предприятие работает в муниципалитете с 2010 года. Коллектив более 130 человек и большая его часть – это видновщане и жители округа. Качественная продукция и уникальные рецептуры – главная формула успеха на рынке бытовой химии. Огромное количество инноваций, сырье, используемое в том числе российское, глубокий цикл переработки, вот мы показывали, серьезный комплекс водоочистки у нас, ну и все, что с этим связано, это дает нам конкурентные преимущества. В ходе встречи временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Смеслав Катров сделал акцент на развитии бизнеса в муниципалитете. И одна из первостепенных, по его мнению, задач – это качественная дорожная инфраструктура. Договорились о том, что мы создадим рабочую группу с предпринимателями, у которых земельные участки выходят к дороге, и вместе с коллегами проговорим тот проект организации дорожного движения, который уже у нас создан. Конечно же, на основании предложений наших предпринимателей мы внесем, готовы вносить туда изменения и корректировки, ну и будем его реализовывать, чтобы вот этих коллапсов, таких транспортных здесь больше не было, и промзона работала эффективно. Ну а это, конечно, для нас новые налоги, новые рабочие места, новые бюджетные поступления. Встреча продолжалась более часа и еще раз подтвердила, что прямое общение представителей власти и бизнеса крайне эффективно. Здесь решаются, а не замалчиваются, самые насущные вопросы. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. С 8 по 10 сентября на территории Московской области проходили выборы губернатора. В Ленинском городском округе на 73 избирательных участках работало порядка 800 человек. В признании их заслуг в Видновском историко-культурном центре председателям участковых комиссий были вручены благодарственные письма. Мы благодарны всем за качественную и, главное, эффективную работу по организации и проведению выборов. Благодаря собравшимся в этом зале людям, жители Ленинского городского округа имеют возможность реализовать свое избирательное право. В начале сентября в Московской области проходили выборы губернатора, и все участковые комиссии функционировали как единый, хорошо отлаженный механизм. Мы всегда работаем командой, команда не только администрации, не только Совета депутатов, не только образовательных учреждений, ЖКХ и всех-всех-всех остальных сфертов. Единая команда всего города. И я считаю, что только в этом схема, и только так мы с вами победим. Всего в Ленинском округе на 73 участках работало порядка 800 человек. Председателям участковых избирательных комиссий вручили благодарственные письма от Московского областного избиркома как высокую оценку труда всех, кто принимал участие в выборном процессе. Явка в округе составила более 50%, и в этом тоже немалая заслуга тех, кто работал с людьми. Мы делаем все, чтобы у нас было комфортно. Мы вообще друг с другом всегда обсуждаем то, как и куда мы будем направлять своих избирателей, потому что у нас три участка, и людям иногда сложно сориентироваться. Мы заранее обговариваем навигацию, поэтому все, что нужно от нас, мы всегда делаем. И к нам у наших жителей претензий обычно не бывает по этому поводу. Выборы длились три дня, с 8 по 10 сентября, а значит, на тех, кто работал в участковых комиссиях, легла дополнительная нагрузка. Но все достойно справились с поставленными задачами и уже готовятся к новым испытаниям. Год предстоит тяжелый, и мы будем стараться, как бы, да, так же, как и на выборах в сентябре, сработать профессионально. Обращу ваше внимание, что по выборам губернатора в избирательную комиссию территориально не поступило ни одной жалобы. Это тоже показатель профессиональности работы. Действительно, в будущем году в Ленинском городском округе должен обновиться Совет депутатов. Но главное, в апреле жителям страны предстоит отдать свои голоса за одного из кандидатов в президенты России. Важность этого мероприятия отметил в своем заключительном слове и временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров. Тем, кто не входил в избирательные комиссии, но оказал всестороннюю помощь в организации проведения выборов, вручили благодарственные письма главы Ленинского городского округа. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. Более 20 елочных базаров открылись в Видном 15 декабря. Что касается цен на елки и сосны, обещают, что они будут примерно на уровне прошлого года. Как проходят торговли и какие деревья чаще всего покупают видновчане, узнала Инга Янчук. В рамках губернаторского проекта Московской области «Зима в Подмосковье» в Ленинском городском округе будут работать 24 елочных базара. Ассортимент новогодних деревьев разнообразен – ели, сосны и пихтовые лапники. Приобрести небольшую елочку жители могут от 1900 рублей. Необходимо помнить о том, что на каждой точке продажи должны быть необходимые документы. Это информация о продавце и, соответственно, подтверждающие документы о происхождении этих живых елей. Сезон продаж продлится до 10 января 2024 года. И все-таки, каким новогодним деревьям жители Ленинского городского округа отдают предпочтение в этом году – искусственным или живым? У нас живая елка, потому что от живой елки веет очень приятным запахом. Лучше искусственные. Они у меня долго стоят до февраля. Мне хочется живую елку, чтобы дома вкусно пахло. У нас уже много лет стоит искусственная одна и та же. Видновчанка Татьяна Голубицкая на протяжении 10 лет ставила на праздник искусственную елку. Это и практично, и мусора нет, и ухода особого не требует. Но в этом году на елочном базаре она решилась на покупку живого дерева. В этом году просто захотелось, очень сильно захотелось свежую елку, чтобы был аромат Нового года в доме. На елочных базарах представлены отечественные ели и сосны из Московской, Рязанской, Владимирской областей и Пермского края. При покупке для комфортной транспортировки дерево продавец упакует. Узнать адреса базаров можно на официальном сайте Ленинского округа. Инга Янчук, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Лучше всего дети усваивают знания в игровой форме. Мероприятие по профилактике безопасности на дорогах в седьмой школе города Видное прошло в формате беседы и мастер-класса по созданию новогодней игрушки. Подробнее расскажет Дмитрий Книга. В Видновской школе номер 7 состоялось профилактическое мероприятие госавтоинспекции для детей. С малых лет ребятам рассказывают о правилах дорожного движения и приучают к безопасности на дорогах. С 18 декабря по 14 января у нас начинает действовать профилактическое мероприятие «Внимание, дети!» зимние каникулы. В рамках данного мероприятия большие ликбезы пройдут с различными участниками дорожного движения. Естественно, они направлены, опять же, на безопасность наших учащихся, наших воспитанников детских образовательных учреждений. Школы округа тесно сотрудничают с госавтоинспекцией. В 7-й школе города Видны регулярно проводятся занятия, лекции и мастер-классы, в рамках которых учащиеся в игровой форме постигают новые знания. Особое внимание уделяется начальным классам. К нам приходили сотрудники ГИБДД, играли с детьми с первым классом, спрашивали правила дорожного движения, создавали определенные ситуации, чтобы проверить, как дети их внимательно слушают, как они выполняют, пойдут ли они на красный цвет или на зеленый цвет. Во время мероприятий учащимся рассказали, как вести себя на проезжей части, обращая внимание, что зимой нужно быть еще более бдительными. Плохая видимость во время снегопадов мешает пешеходам, а у автомобилей в зимнее время года увеличивается тормозной путь. Нужно ходить без наушников и перед тем, как пройти первую часть дороги, посмотреть налево, после чего посмотреть направо. У меня на много одежде есть свечащиеся элементы, светоотражающиеся. И я когда хожу по улице, я даже сама замечаю, что они начинают светиться, и я чувствую себя в безопасности. Так как занятие проходило накануне праздника, ребята вместе с представителем Союза безопасности дорожного движения сделали новогоднюю игрушку со светоотражающими элементами. Дмитрий Книга, Кирилл Иванов, Гульнара Балаева, Видное ТВ. Для того, чтобы порадовать пациенток, в Видновском перинатальном центре провели мастер-класс, который посвящен истории и культуре острова Шри-Ланка. Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. Ароматические свечи, расслабляющая музыка, тибетская поющая чаша – все это создает приятную и спокойную атмосферу. Такую обстановку создала партнер Видновского перинатального центра по благотворительным проектам Ольга Романова. Она провела для мам мастер-класс, который посвятила острову Шри-Ланка. Ольга показала фотографии достопримечательностей, рассказала о культуре и истории острова, а также предложила сделать фигурку слона – одного из символов южноазиатской страны. Мы будем мастерить слонов из фетра, закладывать в них некую энергетическую силу, некий заряд для того, чтобы в будущем году у людей все получилось, все срослось и, соответственно, они стали счастливее, потому что слон – это символ счастья. Благодаря мероприятию пациентки получили эмоциональную разгрузку. На мастер-классе они смогли, не выходя из перинатального центра, проникнуться культурой острова Шри-Ланка. Я думаю, родителям много чего интересного узнают, тем более никто туда, я думаю, не ездил. Поэтому интересно вот эту всю историю, которую рассказывают. В учреждении планируют и дальше проводить различные мероприятия для мам новорожденных. С Нового года у нас ожидается, что будет достаточно большое количество мастер-классов. По крайней мере, два-три раза в неделю у нас будут проходить подобные мероприятия, различные абсолютные тематики, где-то это будет вязание, где-то занятие лечебной физкультурой. У нас есть специально оборудованный для этого зал. Пациентки Видновского перинатального центра остались благодарны организаторам мастер-класса. Юлия Стаферова, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. В музее-заповеднике Горки-Ленинской прошел новогодний шахматный турнир. В нем приняли участие ребята из Видного, Домодедова и поселка Горки-Ленинские. Соревнованиям предшествовали отборочные игры, на которых юные шахматисты разбирали различные комбинации и тренировались друг с другом. Судья соревнований Максим Пермяков пояснил, что в этих играх была использована швейцарская система, которая предполагает серию быстрых поединков. Каждый участник смог встретиться как с противником своего уровня, так и более сильным. Шахматы – это всегда развитие головы, мозга, каких-то математических способностей. Нам хочется вовлекать в это массы детей, поэтому мы стараемся несколько раз в год проводить детские соревнования для Ленинского округа. В основном ребята у нас из Горок, но также есть из Видного, из Домодедова. По субботам на территории музея-заповедника Горки-Ленинские работает любительский шахматный клуб. Площадь для проведения тренировочных матчей и соревнований безвозмездно предоставляет спортсменам руководство музея. Мы задачи решаем. Рассматриваем партии известных шахматистов. Матвей занимается шахматами четыре года и пробовал свои силы уже на многих соревнованиях. И не понаслышке знает, какие качества необходимы для достижения хороших результатов. Нужно сначала посмотреть, как другие играют, а потом научиться. Научиться играть, и тогда уже можешь с другими соперниками соревноваться. Организаторы турнира подготовили для каждого участника дипломы и подарки. Это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова